Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. А давайте-ка с вами распакуем парочку посылок из интернет-магазина «Золотое яблоко», потому что уже вечер, и вы тоже вечером сегодня. Какой у нас сегодня день недели? Слушайте, я вообще уже забыла. Ну, в общем, так или иначе, вместе с вами распакуем вечерком. Вечерком вы увидите это видео, кто подписан на меня и получает уведомления. В общем, не мудрство лукаво, всё у меня уже терпилка не срабатывает. Итак, вот. Давайте начнём с маленькой посылочки и посмотрим, что я там заказала. Надо сказать, что это те парфюмы, которые я не приобретала вслепую, то есть это осознанные парфюмерные приобретения. Некоторые новинки, супер-мега-новинки 2022 года. Ну, тут одна будет такая новинка, да? В той посылке, вот в той, которая побольше, там должна быть хотелка. И причём, ну, в общем, забегая вперёд, давняя хотелка, которую я хотела, ну, точно лет 5, если не больше. И всё было очень дорого, дорого, дорого. А тут в золотом яблоке с этим ароматом приключилась довольно-таки хорошая скидка. А вот здесь вот должна быть супер-мега-новинка 2022 года. Протестировала я этот аромат. Что это я болтаю? Давайте буду открывать. Протестировала этот аромат, который должен находиться в коробочке, я очень надеюсь, собственно-то в летуаль. Но когда я его тестировала, цены были просто запредельные. Ну, вы все знаете. Я подумала, что при удобном случае я приобрету этот аромат. Возможно, в летуаль, если там будет какая-нибудь распродажа. Возможно, вот в золотом яблоке, как это, собственно-то, и получилось. В золотом яблоке сейчас классная акция, классные скидки. Ну, по крайней мере, на тот день, когда я снимаю это видео на данный бренд вообще в целом. Ну, и к тому же я еще нашла на просторах интернета промо-кодик на скидку минус 10%. Это же вообще классно, да? Ну что, открываем, открываем. Смотрите, красотища, красотища. Как всегда, такая змеиная кожа. Ой, там даже сэмпл-сет есть. Сейчас с вами откроем. Что будем сначала открывать? Вот то, что здесь, или сэмпл-сет? Ну, давайте немножечко, как настоящие гурманы, оттянем момент и посмотрим, что тут в сэмпл-сете. Коробку я откладываю. Так, сэмпл-сет. Чего-то духов-то тут я никаких не вижу, но посмотрим. Может быть, и парфюм какой-то золотой яблоко приложила. Так, аккуратненько открываю, чтобы ничего не разрезать. А то я могу сашеточку-то разрезать, вы все знаете. Так, что же там такое? Ну да, парфюмов я там не обнаруживаю, к сожалению. Но что-то такое вот уходовое. Ну, по крайней мере, для волос, да? А вот шампунь от бренда Олин. Шампунь Элмонт Оил. Вот такое вот, да, с маслом каким-то. И вот это вот что? Смотрите, кондор. Хайр-сооп-хопс. Шампунь-хмель. Ну, в общем, так как сейчас для ухода за моими волосами подходят не все, шампунь, а только бессульфатный. Я посмотрю, сульфатный ли тут формула, либо несульфатный. Вот. Ну, и в случае чего будете заказывать у меня тлевантики. Кто-то из вас найдет вот эту вот, кстати, очень даже объемную сошетку. Здесь в каждой по 10 миллилитров с такими замечательными, люксовыми, полупрофессиональными или вообще профессиональными средствами для волос. А вот здесь вот это Олен шампунь Элмонт Оилл с маслом миндаля против выпадения волос. А это вот у нас кондор-шампунь-хмель. Это у нас интенсивно очищающий, себорегулирующий шампунь с нейтральным PH. Ну, то есть против перхоти, да, я так понимаю. Ну, в общем, пустячок, но приятно. Надо, не надо. Всегда можно кому-то подарить. Теперь приступаем, собственно-то, к распакованию. Пошуршим. Как вы думаете, что это такое? Что это такое? Наверное, многие уже догадались, увидев эту коробочку. А это новинка 2022 года, собственно-то, фланкер. Нашумевшего в прошлом году аромата шесейда гинза. И парфюм называется шесейда гинза Мурасаки. Это, смотрите, вот в таком вот классном цвете коробочка. Так, давайте, давайте, давайте открывать. Открывать. Буду открывать нормально, да. Но, вот видите, у меня, как всегда, это не получается. Потому что никогда в этом деле не нужно спешить. Но это я открываю так красиво для вас. Потому что, ну, в общем, слюдаться мне как-то особенно и не нужно. А может быть, нужна. Ну, в общем, получилось, как всегда, вот так вот. Вот, как-то так-то. Вот как-то так-то. Вот такая вот хорошая коробочка. Красивая, да? Вот обожаю такой цвет. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, успели ли вы уже познакомиться с ароматом гинза Мурасаки от бренда шесейда. И как он вам? Знаете, на меня этот аромат-то произвел впечатление. Он отличается от флагмана, хотя общая дымка в них присутствует. Но здесь нет такой вот терпкости и нет такой вот древесности, которая была присуща флагману. Здесь такой аромат более свеженький, более такой повседневный и на лето. Мне кажется, он отлично подойдет, потому что очень и очень фруктовый. Вот, посмотрите, да. Зато какая насыщенная жидкость. Кстати, я заметила, что в последнее время у многих брендов, например, фланкеры, удаются лучше, чем флагманы. Поставлю сюда. Надеюсь, вам будет видно. Но, вот знаете, в этом случае, в данном случае, я бы не сказала, что кто из них, собственно, то лучше, да? Классическая шесейда гинза, либо вот эта такая вот насыщенная Мурасаки. А, кстати, какая у нас концентрация? Давайте посмотрим. Ода Парфам. Ода Парфам Мурасаки. Мурасаки – это, по-моему, так называется вот именно вот такой вот цвет на японском языке. Флакончик блестит. Посмотрите, отсвечивает. Флакончик точно такой же, как у флагмана, только цвет жидкости немного более насыщенный. Ничем не пахнет. И вот здесь то же самое. Так, где у тебя кнопочка? Давайте посмотрим. Вот так вот это выглядит. Не смотрела на фрагрантику. Мне интересны мои впечатления. Тем более, с этим ароматом я была уже знакома по тестированию в Литуале. И, знаете, вот он мне понравился, и я решила его приобрести. По традиции вас тоже душу. Я думаю, что таким ароматом никто не откажется пахнуть. Особенно, если вы любитель цветочно-фруктового направления ароматов. Да, пахнет очень красиво. Чувствуется та же самая гранатовая составляющая с перегородочками гранатов. И все-таки присутствует такая вот терпкость в парфюме. Но еще здесь чувствуются какие-то другие сочные фрукты. Какие-то вот яблочные аспекты. И, знаете, очень приятная пудровость такой вот фиалки. Фиалка, опять же, здесь не метеоритная, не герленовская, а какая-то такая немножечко пряненькая фиалочка. Точно не ощущаю здесь никаких древесных нот. Но зато вот те самые перегородочки граната, такие немножечко вяжущие даже во рту, здесь ощущаются очень благородный, красивый, свежий аромат. Просто обалденный. Кстати, знаете, хочу вам сказать, также в Литуаль, когда я забегала туда с Аккази, я тестировала еще Нарцисса Родригеса Нуар с розой. И, знаете, мне очень не понравилось. Я не поняла, почему, и я даже не поверила своему носу, но вот это вот Нарцисса Родригес Нуар ин Роуз, как-то он называется. Ну, в общем, с розой, вы поняли, тоже. А новинка Фланкер 2022 года мне отдавал рельсы и рельсы шпалы-шпалы, то есть дегтям. Я посмотрела пирамиду, потом, да, после затеста, ну, никакого дегтя там абсолютно в составе нет, да, и березы нет. Иногда нота березы дает. Вот это вот такое вот смоляное, знаете, вот такое криозотное, я не знаю, вот такое звучание, звучание просмоленных шпал, в общем, дегтярного мыла, какой-то отголосок. Не знаю, что это было. Тестер вроде бы в Литуале не должен быть протухнуть, потому что его только-только поставили, и он был практически полный. Ну, в общем, знаете, я даже немножечко приполдела, думаю, что это такое. Это вообще какое-то нишевое звучание, где тут Нарцисса Родригеснуар и роза, и вот это вот дегтярное звучание. Поэтому очень интересно мне будет ваше мнение, вдруг вы также там услышали вот этот вот дегтярный оттенок. Либо, знаете, оттенок дегтярной кожи какой-то, вот таких вот кирзовых сапогов. В общем, что-то такое смолистое и очень такое непривлекательное лично для моего носа. Я такие вот дегтярные ароматы и такие вот березовые, да, про смолённый не люблю. Ну, в общем, это я, к слову, вам сказала, отступая от темы. Так что Шисейда Гинза Мурасаки свежий, сладковатый, фруктовый. Нельзя сказать, чтобы он воздушный, он такой насыщенный, благородный. Я думаю, подойдёт и на вечер, и на день. Подойдёт он на самую жару, видимо, не-не-не-не-не. А вот, ну, хотя это всё нужно пробовать, это только так сейчас кажется. А вот на летний прохладный вечер подойдёт, потому что аромат, он как-то, знаете, интересно, интересным образом немножечко согревает. И при этом свежесть в нём присутствует по определению. Свежесть фруктовая и цветочность. Такой вот сладкой, кисленькой, с терпкостью. Даже с лёгкой горчинкой аромат на лёгкой вот такой вот приятной пудровой подложке. Ну, в общем, это всё, что я вам могла рассказать с такого вот беглого затеста. Но ещё раз повторю, что этот аромат мне очень понравился, произвёл впечатление. Когда я тестировала в летуаль, я чуть было не купила его там, вот, знаете, прям сразу не схватила. Но у меня всё-таки выдержка уже настроена, потому что я знаю, что рано или поздно тот или иной аромат, он всё-таки понизится в цене. Потому что когда он только поступает в продажу, там максимальная цена, нет никаких скидок. Так что вот, можете приобрести у меня отливантик. Конечно же, этим ароматом я буду делиться, потому что куда мне столько? Здесь максимальный объём. А если, собственно, то вы любите флаконы, да, держать в руках для красоты, а потом не знаете, куда их девать, потому что у вас их много. Ну, в общем, смысл в том, что загляните в Золотое Яблоко, наверное, и сегодня ещё. Скидки на бренд Шесейда и на косметику, и на парфюмерию продолжаются. Довольно-таки хорошие скидки. Получается выгодно. Где-нибудь найдёте промокодик и закажете, да? Если вам нравится такое направление ароматов. Мне очень нравится. Вот видите, я прям не могу руку от носа оторвать, а нам нужно уже с вами переходить ко второй парфюмерной композиции. Кстати, посмотрите, я для вас одела какую весёленькую праздничную отпускную футболочку, аж прям даже со фламингами, с пайеточками, чтобы вам поднять настроение. Это, знаете, это окно иллюминатору воздуху. Воздух и в отдых, да? Так, что? Следующая посылка из Золотого Яблока. Тут уже два парфюма. Одна моя давняя хотелка. Я её хотела-хотела, хотела-хотела. Била себя по рукам, говорила. Оля, это же так дорого. Потому что раньше парфюмерная композиция, знаете, сколько стоила? Причём не за 100 миллилитров, а за 75, если мне не ошибаюсь, не изменяет память, 24 тысячи рублей на минуточку. Это муажек, так можно купить, да, на скидочках. Так что вот. Очень аромат нравился. И в городе у нас эта марка, кстати, представлена. И бутиковая линейка этой марки парфюмерная также. Но вот тут я тоже по хорошей скидке выловила этот аромат. Опять же, в интернет-магазине Золотой Яблоко. И промокод применялся к скидке. Так что очень замечательно. Так что, может быть, сейчас и вы, увидев у меня в руках этот парфюмер, вспомните, что это тоже ваша давняя хотелка. Но цена была довольно-таки кусачая. Сейчас я считаю цена очень приемлемая. Даже больше, чем приемлемая на данную парфюмерную композицию. И дальше тут, видите, у меня раз-два. И у меня тут подарок также должен прилагаться. Потому что был день бренда на тот момент. Вот такой подарок странный. Я отследила, да, по своей корзине, что там за подарок такой. И подумала, маловато будет. Маловато, маловато. Помните, мультик падал про хлопозьний снег. Так, куда мне это поставить? Вот поставлю все-таки столик у меня тут. Не столько ножнички сейчас немножко отодвину. Сегодня я со столиком. Не знаю, что у меня тут. Первое-то достанется. Оно или нет. Так, ну ладно, давайте. Туршалка. Открываем. Сейчас что попадется, то и попадется. Самое главное, чтобы там то самое попалось. Да, попадается то самое. Посмотрите. Та-дам. И в Сен-Лоран. И аромат называется Суприм Букет. Господи, как я его мечтала. Давайте покажу вот эту вот коробочку. Ведь это, знаете, это действительно один из самых комплементарнейших мужчинами ароматов. О, такая красота. Так, нужно хоть немножечко причесаться. А то я тут растрепалась. Ну, я только что вымыла волосы. Вот они у меня только, видите, чуть-чуть подсушились. Ничего не укладывала. Просто вот так вот, как было, расчесала. И скорее к вам. Так, ну что. Так, я только начала открывать. И процесс уже открытия прервала. Вот так вот, а вот так вот. Так вот. Как-то так-то, да? Все. Попадала на пол. Так, давайте смотреть. Так, откроется она так или нет? Кто знаком с ароматом Суприм Букет? Кому он также нравится? Может быть, вы счастливая обладательница этого парфюма уже давным-давно. Ну, а вот я только-только его себе приобрела. Ну, потому что раньше для меня было достаточно это все дорого. Не падай, пожалуйста, дружочек. Не падай, дружочек. Так, ставим сюда. Вам будет видно коробку. Не залапать бы флакончик. Потому что флакончик это же настоящий слиток золота. Так. О, посмотрите, пока он не залапанный. Красота необыкновенная. Слиток золота. По-моему, крышка должна быть на магните Суприм Букет и Сен-Лоран. Это их такая приватная линейка. На крышечке, на колпачке и в Сен-Лоран. Так, ну-ка, да-да-дам. Смотрите-ка, на магнитике. Крышечка пластиковая, к слову сказать, пульверизатор. Смотрите, он, по-моему, серебристого распылительного устройства, серебристого, а не золотистого цвета. Но это наверняка сделано для того, вот смотрите, какой пульвик, чтобы он не облизал при использовании. Ну что, прям наношу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмого раза пшикнул. А вас тоже пшикаю. Да, это оно. Это шикарный букет. Из белых цветов. Здесь такая вот горьковатая, со стебельками, с листочками, тубероза. На стартовых нотах. Она такая сливочная, лактонная, молочная, при этом не сладкая. Это, как, знаете, взбитые сливки. Взбитые, не сладкие сливки, которые посыпали лепесточками шикарных белых цветов. Просто балдёж. О, ну да, и такая вот сливочность, такая вот молочность, такая вот, знаете, молочные, молочные пузырьки. И такая зелёная составляющая, очень такая сочная зелень, как будто бы веточки той самой туберозы поломали. И течёт сок. И сок прям чувствуется на руках. Он с небольшой горчинкой такой. Обалденный аромат. Вот это самое настоящее, что ни на есть, французская парфюмерия. Потом стойкость шлейф вам расскажу в одном из своих следующих видео. Сейчас у нас просто с вами распаковка. Давайте смотреть, что тут ещё. Тут ещё один свёрток. Даже не могу сказать, какой из ароматов Гинза Мурасаки, либо Суприм Букет и Сен-Луран мне больше нравится. Ну, в общем, они-то абсолютно разные. Кстати, горчинка вот у них такая вот там немножечко сходная. Оба аромата у меня с горчинкой. Так, а подарок у меня где? Так, вижу. Подарок есть. Ладно, давайте парфюр раскроем, потому что при покупке в Сен-Луран прилагался подарок. Золотое яблоко не всегда кладёт подарки далеко. Вот. Сейчас покажу, что за подарок. Ну, вместе с вами откроем и посмотрим. Видео смотрите. Не прерываю. Одним дублем прямо. Олечка, молодец у вас. Итак, повторила, задублила аромат молекула. 0,2 молекула эсцентрик, 0,2 эсцентрик молекюлс. Давайте откроем. Потому что, ну, как вы думаете, почему я его задублила? Потому что у меня флакончик-то первый уже на исходе. Как оказалось, что мне все просят делиться именно 0,2 молекулой больше, даже, чем молекулой мандарин, которая тоже у многих фаворит. Ну, в общем, это просто у меня лидер поделила какой-то. Эсцентрик молекула 0,2. Но я её тоже обожаю, тоже пользуюсь ей. И, между прочим, часто мешаю этот аромат, наслаиваю. То есть, если правильно сказать, с другими получается вообще божественно. А парфюмерная формула аромата эсцентрик 2 эсцентрик молекюлс дружит вообще со всеми ароматами и придаёт им несколько такого более свежего звучания, да? Ну и по отдельности она очень и очень хороша. Здесь вот такая вот система. Вот смотрите. Вот смотрите, он новенький. Сейчас коробку поставлю на всеобщее обозрение. Она влезает в кадр? Да, влезает. Всё замечательно. Ну, в общем, стандартный флакончик эсцентрик молекулы 0,2. Такой жизнерадостный. Смотрите, с оранжевыми бачками. С характерной надписью. Вот так вот, без колпачка. В общем, всё как полагается. Кстати, пишите мне в комментариях, нравится вам, что все ароматы эсцентрик молекюлс идут без колпачков? Мне не очень нравится. Распылять его не буду. А давайте-ка всё-таки я его распылю. Давайте я его на гинзо-мурасаке распылю. А потом распылю на супримбуке в Сен-Лоран. Уже вечер, да? Я никуда не пойду. Хотя мне не привыкать ходить в 15 разнообразных запахах. Потому что когда я делаю вам отливантики, так отпшикиваю, отпшикиваю, да? А всё равно же это бывает и мимо попадает. Бывает и на волосы, на руки. Бывает, начинаешь отпшикивать, не подумав, куда этот носик глядит. Бывает, иногда и в глаз пшикнет. Представляете, мне раза три прилетало в глаз. Потому что я же так старательно, кропотливо. Вот так вот буквально вам отпшикиваю. Бывает, что пульвик-то не в ту сторону, как пшикнет, а прямо в глаз. Приходится промывать потом в глазу сушняк, наверное, целые сутки. Так, ну что, давайте на гинзу нанесём. Ну, гинза сразу стала в пять раз более свежая. Это такой, знаете, утренний, бодрящий вариант гинза. Шисейда Мурасаки. Ну, в общем, Эсцентрик Молекюс, она немножечко изменяет, причём всегда в лучшую сторону, любой аромат. И с помощью этого парфюма вы можете, знаете, дать второй же шанс жизни немножечко надоевшим своим парфюмерным композициям. Просто возьмите какой-нибудь надоевший аромат, на который у вас уже глаза не глядят, и нанесите его на себя. А сверху шлифаните ароматом Эсцентрик 0,2, Эсцентрик Молекюс или вообще любой другой молекулой. И результат вас обрадует. А здесь, вот знаете, тоже получилось не такой вот... Нет, не тоже, да? Получился не такой результат, как шисейда. Я немножечко запинаюсь, ничего монтировать не буду, потому что, ну вот, я слышу, какое разительное отличие в этих ароматах после наслаивания на них Эсцентрик 0,2, Эсцентрик Молекюс. Гинза стала более терпкая, гораздо более терпкая вот сейчас, да, когда вот она полностью смешалась. А на Суприм Букет практически 0,2 молекула не повлияла, вы не поверите. Они слились, в общем, экстази, как родственные души. Только, опять же, чуть больше усилилась зеленая составляющая аромата Суприм Букет. Прикольно. А вот такой вот у меня экспириенс, эксперимент получился. Так, ну что, давайте смотреть, что там за подарок мне прислали за столь дорогую покупку. Кстати, даже со скидкой покупка довольно-таки, да, небюджетная. Так, что это такое? Когда я мониторила, было написано, что это косметичка Ив Сен-Лоран. Подростковая косметичка. Правда же? Ну-ка, такая она не одиненькая зато. Открывайся. Вроде по правилам открыла. Дары ту клэш. Интересно, как это переводится. Слушайте, это, по-моему, вообще похоже мужская косметичка. Это похоже на боксерскую перчатку или грушу, или это какая-то курточка. Это какой-то пуховичок. Ну, Ив Сен-Лоран из-за теники. А это что? Вот, видите? Ну, да, это, наверное, наполнитель, потому что она по определению такая мягенькая. Но мне почему-то кажется, что она мужская. Она такая вот грубоватая, неженственная. Здесь вот две ленточки. Слушайте, прикольно, да? Это такая прихватка. Прихваточка. Косметичка-прихватка. В общем, косметичка Ив Сен-Лоран. Тут вообще нигде не написано, что это Ив Сен-Лоран-то. Тут написано подарок косметичка Ив Сен-Лоран. А без опознавательных знаков давайте вывернем. И посмотрим, вывернем наизнанку. Да, золотое яблоко. А где написано, что это косметичка Ив Сен-Лоран? Кстати, посмотрите, какое качество шитья. Где-то такие изделия Ив Сен-Лоран отшиваются. Видите? Трэш. Ну, вообще, да? Может быть, Ив Сен-Лоран написано где-нибудь тут? Слушайте, даже на молнии не написано, что это Ив Сен-Лоран. Я очень сомневаюсь, что это косметичка вообще. Имеет какое-то отношение к бренду Ив Сен-Лоран. Ну, вот неужели Ив Сен-Лоран также шьет свою брендовую одежду? Не, ну, духи-то они хорошо, конечно, делают. Косметичка Ив Сен-Лоран. Ну, так, знаете, в Китае, наверное, отшили, да? Ну, нет уже никаких познавательных знаков, что это косметичка Ив Сен-Лоран. Ну, будем считать, что это прихватка. Я, несмотря на брендовость этой вещи, нигде не вижу, чтобы было написано Ив Сен-Лоран. Ну, было написано, что подарок косметичкой Ив Сен-Лоран, подарок покупки. Это в золотом ядце. Что из ней сделать, скажите? Что бы вы сделали с такой косметичкой? Достать ее... Ну, во-первых, она не в каждую сумку влезет. Достать ее из сумки, даже если она влезет, если у вас рюкзачок стыдно. Ну, слушайте, может быть, я чего не понимаю. Но даже если я чего не понимаю в моде косметичек, то, конечно, качество этой вещи меня не устроило. Ив Сен-Лоран, вы чего? Следите за качеством, как вам отшивают изделия. А то мало ли какому блогеру, типа, меня такое попадется, и мы же на весь мир все это обнародуем. Ну, в общем, смешно, да? Ну, в общем, самое главное не подарки, самое главное, что все ароматы. Приехали в целости и сохранности. На этот раз даже коробки без дырок по ним. Ими не играли, да, в футбол. Все парфюмы полностью в сохранности, без всяких изъянов. Самое главное, они находились в наличии в коробках, потому что в этот раз я пошла на такой шаг, что не стала в дыке открывать посылки. Только все ради вас, чтобы вместе с вами их распаковать, и чтобы был тот самый эффект о неожиданности. Итак, на этом я уже буду заканчивать это видео. Такая модница с косметичкой Ив Сен-Лоран. Какая красота! Какая изящная, эксклюзивная вещь! В общем, мои хорошие, прекрасного вам настроения, множества улыбок, любви к себе, любви к вам всех окружающих. Да? Я уже заканчиваю это видео. Пока-пока! Всех целую! И до скорых новых встреч! Конечно же, еще увидимся!